Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Это помогает оперативно и пауновартостно доносить необходимую информацию до своей аудитории. Размова не только о мероприемствах, акциях, инших святах. Тут размещается актуальная информация об молодежной политике и вовле интересные новины региона и краины в целом. Как сделать сносины в социальных сетках больше пленными и увеличить количество подписчиков. Утым лику и об этом ишла размова на майстер-классе, який пройшел у стенах Беларусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперацией. Мы стараемся работать на опережение. И, конечно, здесь очень важно наше тесное сотрудничество с БРСМ. Потому что вот даже предмет сегодняшнего обсуждения – Беларусь IT-страна. Мы здесь стараемся работать на опережение. У нас в регионе среди всех университетов первый широкомасштабный внедрен проект общественного Wi-Fi, который покрывает полностью все наши образовательные центры, начиная от библиотеки, заканчивая спорткомплексом. И прилегающую территорию студенты имеют возможность активно участвовать в тех процессах, которые происходят в нашей стране посредством использования социальных сетей. А зараз значок Белорусского республиканского союза молоди у Гомельской в области носит коля 90 тысяч человек. Их может стать значно больше, коли секретары районных организаций будут цикава и неординарна, а главное, что дня працовать за информацией у своих интернет-суполках. Каждый день наши ребята, это активисты и штатные сотрудники, работают с молодежью. И работа в сети интернет, она является одним из семи направлений. То есть Союз молодежи ведет еще шесть направлений значимых. Поэтому, конечно же, нужно поддерживать свой образовательный уровень, потому что ничто не стоит на месте. И сфера IT-технологий развивается как никогда быстро. Вы тоже, наверное, это видите, и мы с вами все это как пользователи. Видимо, понимаем, что если мы опоздаем на минуту, на две, то окажемся позади уже на неделю, на год и даже больше. На этом тыдне БРСМ дау старт новому мероприемству. Это конкурс для блогеров. Да у делу запрашаются все жадающие. Мы приглашаем их к нам и на наши темы составят те или иные блоги. И после этого победитель получит ценный подарок от нашей организации. К слову, он стартует 1 ноября, и на страницах нашего сайта областного комитета БРСМ можно будет найти условия и продлиться до 20 декабря. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Створы працевное место сам. Это основная идея развития не только предпринимательства, но и стартап-руху, который набирает обороты в Гомельской области. Цекавый проект сейчас реализуется в Университете имя Сухого. Над одним из мастер-классов побывали наши корреспонденты. Гомельский технопарк бадает, что все университеты, бизнес-школы и бизнес-суполки все активно выявляют и поддерживают молодь, которая им кнется засновать властную справу, не боится экспериментов, володая оригинальными идеями, да не стандартным мысленням. У Гомельского государственного технического университета имя Сухого организовали стартап-школу. На протягу 5 дней вядомые бизнесмены Гомеля ладят тут свои мастер-классы. Не просто получить работу, а самое главное создать эту работу. То есть вопрос сегодня встает так, что государство не может обеспечить всех желающих рабочими местами, но оно дает возможность эти места создать, самому проявить себя, ну и, по крайней мере, помочь родственникам, друзьям и так далее. То есть вот под таким углом зрения и идут эти все мероприятия. Колясо студентов, которые пришли на встречу, не только с захоплением слухают ораторов, но и задают абсолютно дорослые и глубокие пытания. Например, как не пролечиться с идеей, которая, на первый взгляд, сдается вельми удалой. Какие помылки у своей бизнес-карьеры допускали предпринимательники. Эти потребные специальные веды, как засновать властную справу. Оксана Шаученко, спикер одной из встреч стартап-школы, в бизнесе 12 годов. Яна не только першоклассный оратор, а ли и досконало ведая якисти по извилистой дорозе сучастного бизнесу и меньше спотыкаться. Именно сознание того, что, что бы ты ни делал, работая на кого-то, либо работая на себя, ты делаешь все равно ровным счетом одно и то же. Ты развиваешь либо себя на своем предприятии, либо другого человека. То есть ты делаешь ровным счетом ту же самую работу, а, возможно, и больше на кого-то, чем если бы ты работал на себя. Осознав эту мысль, каждый должен понять, что все равно работать ты меньше не будешь. Вопрос, на кого ты будешь работать и кого ты будешь развивать, себя или другого человека. Майстер-классы проводятся что дня с 14.01 до половы пятой. А пошняя встреча запланованная на 20-е Кастричника. Тому каждый, жадающий, ясче может поспеть, отримать для себя пылную колькость корыстной информации. Марина Джалая, Наталья Игнатенко, Яуген Макеенко. Талерадо компания «Гомель». На дворе подарила шанс здействовать ясче одну добрую справу. Теплые дни провели с корыстью дельники Гомельского мотоклуба «Железные браты». Напереды дни яны покатали на мотоциклах дятей с обмежованными физичными махчымастями. Пассажирами «Железных братов» стали подлетки с розными физичными хворобами, а так само дяти, які не мают махчымасть перемешаться без инвалидной коляски. Прогулка на туристичных мотоциклах для их не только глыток свежего поветра, але и зарад становчих эмоций, так необходимых для поляпшения настрою и самоотчувания. Я даже и представить не могла, что у меня такая возможность вообще выпадет. Ну и подвернется вообще. Ну здорово, конечно. Ощущения нереальные. Когда едешь по городу, вот это вот рассекаешь. С музыкой с этой еще люди все оглядываются, смотрят, а ты машешь. Короче, ощущения непередаваемые. Погода нам подарила сказочный, солнечный и теплый день в середине октября. Мы, в свою очередь, благодарны за это, решили подарить праздник девчатам. Ну и как бы спонтанно родилась эта акция. В новом сезоне «Железные браты» плануют поширить масштабы акции за кошт повеличения колькости у денег в пробегу. У сего яны покатали калет десяти детей, серед яких была и Анастасия Юрченко. Гэта девчинка, якой после дорожно-транспортного здарения усим гомельским регионам сбирали сродки на лечения. Необходную сумму собрали. Операция прошла поспехово. Настя иде на поправку. Я хотела бы выразить благодарность людям, которые мне собирали на лечение. Большое спасибо. Крыху не только майской теплыни, а и майской природы. У гомеля зацвел без. И хоть секветы не такие буйные и роскошные, как у весну, але выкликают замилование у кожного, кто их бачит. Людмила Логу живет на другом по версии дома, что по улице Клярмон-Ферран. Куст безу растет как раз на супротив окна. На днях Жаншина готовала снять данок, расшинила в окна, как полюбоваться на золотые восинские древы и не поверила своим ватшам. На самых высоких галинках безового куста распустились невеликие сукветти. Глянула вниз и увидела два цветка. Сирень цветет. Кустик сирени перед окнами. Они цветут. Сирень. И, конечно же, мне это очень заинтриговало меня, что вот что творится с природой, как она меняется, как изменяется. Ну и вот они уже несколько дней как цветут. Эти они уже уменьшаются. Может ночи похолодали там или как цветочки. Это хоть и редкие, но не первый выпадок, когда природа дорыць такие приемные сюрпризы. Селетнее потепление у Кастричнику, низкие температуры у ночи и высокие у день посприяли на доходу другого цветения безу. И все же таки, когда верность народной прикметки, Кастричнические кветки безу свечать об на доходе холодной зимы. Далее у эфира «Спортивный огляд» с новинами спорта у вас познайомець Максим Савян. Кастричнические кветки «Спортивный огляд» Кастричнические кветки «Спортивный огляд» Кастричнические кветки «Спортивный огляд»